итак здравствуйте друзья вы снова на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня у нас как всегда новое видео оно будет посвящено такой теме как редуктор устройства виды и типы редукторов мы рассмотрим основные типы редукторов не будем сильно углубляться уже там в теорию саму конструкцию ну просмотрим то что есть это что так сказать есть уроки и так и telegram канал сообщества инженеров напоминаю вам и группа вконтакте веселый инженер ссылочки из в описании переходите подписывайтесь задавайте свои вопросы там только собраны такие ребята которые толковые они вам всегда помогут а мы едем редуктор для чего же он нужен вообще редуктор применяется машиностроение станкостроение различных других сферах и так далее редуктор бывает такое вот сложно видеть это набор таких вот шестерен различных валов и так далее и более такой простенький да видите тут всего лишь два вала 2 наверное одна шестеренка и червяк то есть бывает просто две шестеренки различные модификации сегодня будем рассматривать само по себе до устройства до редуктор это устройство предназначены для преобразования крутящего момента с двигателя на другие механизмы в большинстве машин он предназначен для изменения направления усилия также вращательного момента и давления для этого используют различные типы редукторов кое мы сегодня будем рассматривать виды редукторов которые будут сегодняшние выпуске это цилиндрический редуктор конические естественно куда же без него как и без червячного редуктора улитарный редуктор из гипоидной передачи есть конечно еще там волновой еще какие-то редуктора ну они такие знаете непопулярные может быть я так и немножко отстал от жизни но они не попадаются мне на глаза во всяком случае машиностроение конструкция редуктора ведущего моста грузового автомобиля то есть грузовой автомобиль себя включает вот возьмем такой вот вид редуктора ведущего моста по моему это зил вот если что-то поставьте на паузу да можете поставить на паузу посмотреть по по циферкам очень хороший очень хороший рисунок все хорошо расписано так далее я коротенько вам объясню собственно говоря вообще смысл этой всей работы то есть вот есть у нас ведущая шестерна как вы видите она сидит на таком шлицевом валу бывает она просто цельная да и выходит уже туда вперед и связывается с двигателем или с коробкой передач то есть это неважно она передает вращение на эту шестерню коническую соответственно это шестерня путем того что у часть ее есть цилиндрическая косозубая шестерня передает вращение сюда здесь она передается на дифференциал и распределяется скволь через полуоси вращение равномерно распределяется на колеса автомобиля это редуктор так сказать ведущего моста он достаточно можно сказать сложный и ну такой классический который используется в автомобиле строения а сейчас мы пройдемся по редукторам которые у нас есть которые мы вначале анонсировали цилиндрический редуктор и так что из себя представляет цилиндрический редуктор вот такой редуктор он может быть одноступенчатый может быть многоступенчатый может быть двух-трехступенчатый может быть какие-то комбинации передач также бывает наиболее распространенный тип редукторов вот этих цилиндрических который может нам обеспечить высокий уровень надежности при хорошей долговечности часто используя механизмах с повышенными нагрузками и необходимостью сохранения высокого кпд передачи энергии то есть принципе то что мы имеем с двигателя то мы в принципе передаем на тот движущийся узел который мы хотим привести в движение при этом потери весьма маленькие то есть их практически нет то есть передаются шестеренки на шестеренку это может быть понижающий повышающий редуктор цилиндрический редуктор включает в себя одно или несколько последовательно соединенных механических передач как я уже говорил состоящих из шестерней и зубчатых колес размещенных на валах вал и соответственно в опорах подшипниковых это само собой разумеется ну сфера применения таких редукторов это система автоматизации управления подъемные тяговое оборудование приводы строительных машин и механизмов конверные конвейерный транспорт и насосной установки и измельчительное оборудование и конечно же прессовое оборудование то есть где-то поднимается то что мы видели на такие редуктора большие конечно небольшой недостаток что данный редуктор обладает большими он сам по себе габаритами да то есть габариты большие потому что если нам какое-то нужно усилие мы можем только путем увеличения модуля и количество зубьев достичь необходимого результата а дальше у нас идет конический редуктор конический редуктор вот что он из себя представляет конический редуктор разработан на основе цилиндрических передач то есть принципе послужило цилиндрический редуктор послужил так сказать как ее как это сказать идеи да для создания конического редуктор отличается сферой применения их использование необходимо в тех случаях когда передача вращения выполняйте через перекрестные валы то есть когда под 90 градусов примеру валы бывают какие-то под углом даже валы да они хорошо используют такие редуктора чтобы передать с одного вала на другой вращение ватка комбинированные до цилиндра конические то есть вы увидите здесь вот идет двигатель идет цилиндрическая передача потом она соединяется посредством вот этой конической передачи то есть коническая передача и выходят вращение сюда вот так выглядит жизни вот допустим происходит сюда привод или наоборот сюда то есть в зависимости какой редуктор и как видите вращение от одной оси переходит совершенно в другую то есть это может быть либо просто конические либо может быть цилиндра хронический редуктор далее у нас следует червячный редуктор первичный редуктор первичный редуктор как увидите здесь есть колесо до соответственно саму которая пестерни в 6 червячное колесо и вот этот вот червяк ну так такое знаете как у нас мясорубки да когда мясо крутишь там тоже такой наподобие сделай червяк то что говоря предназначена данная редуктор для передачи усилия от движущего механизма между пересекающимися в одной плоскости валами если видите да что здесь одна вось идет вот так другая вось идет вот так то есть они пересекаются но они находятся в одной плоскости обычный червячный редуктор состоит из зубчатого колеса и червяка ну то есть вот вот зубчатое колесо а червяки мы сейчас рассмотрим потому что их конструкция бывает различные основным его преимуществом является высокий уровень передаточного отношения небольшие размеры механизма и самоторможение то есть фишка в том червячного редуктора что если вы вращаете червяк то вращается шестерня а если вы захотите шестерней повращать червяк обратного хода нет то есть механизм который позволяет привести вращение это только червяк может ее вращать обратное такого хода нету что в некоторых случаях весьма играет положительную роль то есть нет необходимости устанавливать какие-то тормозные системы муфты специальные и это очень-очень круто к недостаткам конечно можно отнести скорый износ зубчатого колеса низкие рабочие мощности и низкий кпд потому что в принципе даже когда работают полностью полностью в червяк и колесо работают масляной ванне все равно за счет того что вот это колесо преимущественно изготавливается допустим из бронзы да то она быстро изнашивается появляется люфт и такая передача к сожалению требует незамедлительного ремонта путем за либо полная замена либо замены самой местами первич червяк в данном редукторе бывает различных видов первые это спироидный червяк чем-то напоминает гипоидную передачу как увидите да это уже и не совсем червячная передача ну это относится к червячному редуктору поэтому я тоже говоря показал вам это здесь второе это цилиндрический этого классика то что есть до цилиндрический червяк и наверное он из применяется ну преимущественно везде да это самая самая классическая конструкция червяка в червячном редукторе и глобоидный червяк глобоидный червяк конечно я про них слышал я про них что-то даже считал глобоидный червяк честно говоря ни разу не сталкивался по жизни может быть кто-то сталкивался то обязательно напишите в комментариях и кстати не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк обязательно или дизлайк если вам конечно не нравится это видео но все равно не очень важно ваши действия пишите кстати в комментариях что во всем об этом в беспределе так сказать думаете гипоидный редуктор гипоидный редуктор тоже хорошая штука это чем-то даже как-то называют их и червячный до редуктор не знаю просто такой сленг жаргон ходит иногда на предприятии вообще смотрите ну гипоидная передача у меня есть видео урок если что-то да можете посмотреть у меня на канале он есть именно посвящен гипоидным передачам обычная передача это как вы видите вот стоит оси на одной оси лежит ведомая ведущая 6 надо а гипоидная ось ведущие 6 не смещена относительно ведомой или ведомые 6 относительно ведущий тут не принципиально то есть вот она смещена и поэтому за счет этого вырастать коэффициент перекрытия что мы сейчас и посмотрим гипоидный редуктор по конструкции похож на червяч колесо имеет нарезанные спиральные зубья преимущественно это передача является число зубьев одновременно входящих зацепление если к примеру червячным редукторе 1 1 зуб как говорится постоянном зацепление да то есть то в данном гипоидном редукторе может быть практически два практически два зуба в зацеплении по моему там 18 коэффициент будет тоже зависит от модуля от количества зубьев и так далее это получается достичь благодаря смещению червяка то есть гипоидной ведущей шестерни вот она у нас и относительно оси колеса гипоидной ведомой 6 вот она вот это гипоидной ведомой при этом кпд такой передачи значительно выше благодаря масляному клину увеличит скорость скольжения с одновременным уменьшением трения как ни странно это шестерни работает тоже у нас трение на очень сильная но при правильной регулировки при правильной при правильном зубонарезание то есть соблюдение всех углов и так далее термообработки соответствующие ну преимущественно цементация делается таких шестерен данная шестерня намного долговечней примеру червячного редуктора и может проехать ну вплоть там я не знаю ну до миллиона километров спокойно на грузовом автомобиле на мотать и так планетарный редуктор планетарный редуктор это такой интересный редуктор увеличивает момент хорошо передает усилие вращается центральная шестеренка передает вращение на вот эти четыре великолепные шестерни которые могут как вращать наружную шестерню так и просто по жестко закрепленные наружные шестерни вот эти вот выходящие войске на них может быть навешан какой-то другой механизм который будет получать увеличенный крутящий момент то есть увидите может происходить какую то есть либо вращаются просто шестеренки это наружная шестерни неподвижно либо второй вариант вращаются шестеренки внутренние и вращается наружное колесо различные варианты шестерни такие вот ну такой механизм и она чаще всего это я идея вижу по работе это колесный редуктор то есть в колесном редукторе автомобилей большегрузных встречается такая планетарная передача а так по жизни конечно используется во многих механизмах об этом можно почитать очень много информации есть в интернете а на сегодня все друзья с вами прощаюсь ставьте лайки дизлайки всего вам хорошего жду в своем телеграм-канале сообщества инженеров а также подписывайтесь на группу вконтакте веселый инженер пока пока